Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Рэйд Тёмные Легенды, ну что же, поехали на основную сюжетную линию, так и у нас Дарменский лес, именно здесь мы с вами остановились, поэтому вперёд. Кстати, да, я немножко прокачал своих бойцов за кадром, но в принципе ничего такого сверхъестественного, так и пожалуй мы возьмём с вами, кого же лучше взять, я возьму наверное Шипоголового, пускай будет он у нас. Значит Дарменский лес, надеюсь мы сегодня его сможем пройти, хотелось бы мне в это верить, эх, паучиха, кто-то мне кстати писал, что паучиху нужно проходить в соло, ребят, я не знаю как в соло можно пройти паучиху, может быть я не знаю каких-то секретов, вы ребята мне конечно пишите, но ещё лучше, если бы вы могли мне не просто там написать бомби её в соло, а ещё и почему и как и кем. Эй, погоди-ка, погоди-ка, вам не кажется, что вы здесь уж чересчур раздухарились, вы мне сейчас бойца положите, ну-ка давай вот этого вот, да чтоб тебя, давай, хоп-хоп-хоп, яд повесила, повесила, молодец, красава, умница. Так, Шипоголовый справился, всё-таки уронят сейчас, есть небольшой шанс, что мы её отхилим, так, ещё одни, давай их спалим просто-напросто. И подхилим, о, пошло дело. Давай вот этого вот, да чтоб тебя. Секунду, ребята, я думаю. Давай мы наверное вот этого вот уберём, хотя они сейчас все будут ходить, все, и они стопудово будут бомбить мою вояку. Хотя мы можем... Кто у нас будет ходить? Вот этот вот быстрее должен пойти. Теперь мы уберём вот этого с поля боя, иди отсюда. И последний у нас оборотень. Эй! А при чём, ребята, здесь вот эти вот оборотни, если мы с вами попадаем в Дарменский лес, в котором якобы правят эльфы? Вам не кажется это немножко странным? Ну что же, а мы с вами приступаем. Я думаю, что наверное я уберу её отсюда, какая-то она ватная, мне не нравится, если честно. И поставлю я, пожалуй, ведьму. Да, мне кажется, что от ведьмы здесь будет как-то больше толку. Сейчас будем проверять, лично убеждаться в этом. Так. Блин, дракоша классный. Ну что же, опять у нас... Ну вот здесь вот видно, что эльфы есть. Но им не повезло. Хе-хе-хе-хе. Блин, Гарик молодчик. У него вот этот вот суперудар раскачан, будь здоров. Так, хорошо. Что мы сделаем с вами? Давай вот эту накажем. Теперь вот этого барана. Ай-яй-яй, плохо ты, ведьмочка, зарулила, если честно. Плохо, очень плохо. Полная боеготомность, да? А этот ветер духов делает. Слушайте, ребята, я думаю, что вам это все уже не пригодится. Не боеготом, блин. Ну вот согласитесь, что герои здесь сделаны просто шикарно. Прорисовка, наверное, даже лучше, чем в Героях Меча и Магии. Так. Оп. Ну-ка. Причем не забываем, что это игруля на андроид. Замечательно, порвали. И последняя, третья волна. Я думаю, что не будем здесь долго тютюкаться. Вот так вот их просто... Почему-то первая волна падает сразу, да? А вот последняя, нифига, держится на месте. Но это ненадолго. Слушайте, ну ведьма в этом случае, конечно, круто рулит. Опачки. Крит шанс. Это у нас ребятули капюшон какой-то. Здоровье 120 и крит шанс 2%. Но, опять же, нам нужен комплект из двух шмоток. Кстати, ребят, я вам сейчас покажу и кое-что попробую объяснить. Может быть, вы, конечно, и сами это знаете. Смотрите. Мы выбираем с вами компанию, да, выбираем Дарменский лес. И нам теперь показывают, что мы можем с вами вообще здесь добыть. Как вы видите, на первом уровне мы можем добить кинжалы. Тут капюшон, который мы, в принципе, и получили. Здесь щит, перчатки, броня и ботинки. То есть полностью сет. И это касается всего. Всех вот этих вот, ребят, компаний. Вот в Дарменском лесе вот такой сет, да? Например, в катакомбах на руках вот такой сет. То есть можно полностью хорошо одеться. Но, но, оговорюсь, здесь нужно фармить. Именно фармить за один проход вы можете не получить. Вы можете даже за три захода не получить того же самого щита или капюшона. А можете пять раз подряд заходить и пять раз получать шмотки. То есть тут голимый рандом. Непредсказуемость. Ну что же, а мы с вами двигаемся дальше. Хотелось бы мне пройти этот Дарменский лес. Уж очень сильно. О, смотрите, вот это чистая эльфийка. Поэтому зажариваем их тут. Бараны упали. Минус. Давай, давай, давай. Отлично, хорошо-то как. Полностью улучшил артефакт шлем. Эпический на пять звезд. Неплохо. Полностью, ё-моё. Я тут, кстати, ребята, попробовал тоже заточить до какого? Восемнадцатого или шестнадцатого уровня? По-моему, шестнадцатый максимальный шмотки. В принципе, всё реально, но очень много требуется денег. Очень много. Так, тихо. Братишка, тебе не кажется, что ты тут слишком раздухарился. Вот это вот эльф. Чисто воды даже видно по волосам. Седоволосый эльф. На-ка тебе. Слушайте, вот мне нравится, что у моего Гаррика стоит доспех на высасывание жизни. То есть, он бомбит, когда он наносит удар и, соответственно, себе восстанавливает жизни. Немножко. Но всё-таки, если прокачать атаку... Опс. Если прокачать хорошо атаку, то он будет, соответственно, высасывать энергию больше. Так, ну что здесь у нас? Эльфы, лучники и... Демоны. Ну, давай. Минус. Следующий у нас... Да, давай вот так вот сделаем. Упс. Не прокатило. Тогда давай вот эту вот уничтожим эльфийку. Так, болевой шок. Ага, минус. Точнее, не минус, а не прокатило, я хотел сказать. Минус, при чём здесь минус-то? И добивочный. Пошёл отсюда. Ну что, посмотрим, что нам достанется. Здесь разыгрывался... Ну да, ребят, смотрите, щит. И, кстати, ещё хотел вам сделать небольшую поправку. Что щит может выпасть не трёхзвёздочный. Может выпасть и одна звезда, и две звезды. Но мне повезло. Мне выпал максимальный щит, который мог выпасть на три звезды. Так что мы с вами рулим дальше. Ммм, красота. Восемнадцатый левел уже у врагов. В принципе, мы ещё пока терпим. Мы можем дать достойный отпор этому вражинам. Фух, да. Вчера за кадром, ребята, я ходил и на арену. И фармил боссов. Кстати, фарм боссов очень обалденная штука. В плане того, что там дают прекрасные, нужные нам плюшки. Начиная там денег, свитки, бутылки. В общем, всё, что нужно для прокачки наших героев. Но фарм... Вы сами понимаете, что нужно туда заходить не один раз, а 10, 20, 30, 40, 50. И так до бесконечности, ё-моё. Потому что иногда могут не дать, что тебе надо. Иногда может не выпасть. А иногда выпадет. Но когда ты открываешь тот же самый кристалл, тебе выпадает оттуда всякая ерунда, которая вообще никакой ценности для тебя не имеет. Так, ну что ты падаешь же, баран? Блин, а почему такой сильный, а? Ну-ка, ведьма. Ага, хорошо, добиваем. Отдеваем. Слушайте, я тоже хочу вот такую способность, чтобы у меня накладывался щит. Дополнительная защита. Так, ну-ка булавушка его. Слушай, дай-ка я на автобой поставлю. Мы уже разберём, он тут один остался. Опс, молодец, шипоголовый. Так, а здесь-то у нас кто? Здесь у нас эльфы. Один минус. Второй минус. Третий минус. Как? А зачем ты это сделал, а? Шипоголовый, зачем ты это сделал? Не пробил, Гарик. А вот паладинша моя сделала дело. Отлично, ребятули. Опа, надо посмотреть. Вот видите, перчатка выпала с одной звездой. Не с тремя, а с одной. Ну да ладно. Кстати, ещё сейчас вам кое-что подскажу. То, что мне подсказали мои подписчики. Я им за это благодарен. Вот смотрите, я проходил, да, вот эти уровни. У меня никто не погибал, да. Всё было отлично. Но, как видите, мне не дают здесь третью звезду. А всё почему? Потому что вот эти уровни нужно проходить всего лишь двумя персонажами. Если вы проходите двумя персонажами и без потерь, то вам дают третью звезду. Вот так вот. И спасибо большое тому, кто мне это сказал. Также буду прислушиваться. Если какие-то у кого-то есть комментарии по поводу этой игры, пишите, ребята. Я буду читать и буду это всё потом озвучивать в игре. Ну что же, а мы с вами продолжаем. Кстати, звёздность вот эта вот, она тоже нужна. Чем больше звёздочек вы получите, тем лучше будут призы в дальнейшем. Так. Минус. Ну, из... Ох ты. Вьющ. Ну, здесь у нас всё будет хорошо. Здесь, как вы видите, враги не особо сильные. Вот у Гаррика, согласитесь, вот этот вот удар метания топоров слабоват по сравнению с привет из ада. Хе-хе-хе. Когда он лавой бросается. Так. Упс. Вот это ты зря, баран, сделал. Зря. Чё ж ты не выстрелила второй раз-то, ё-моё, дурёха. Лучше по головой психанул. Хе-хе-хе. И, кстати, здесь очень большая редкость, ребята, выбить эпического, про легендарного, я вообще молчу, героя. Очень большая редкость. Так. Ага, минус эльф. Сопротивление. Ну, тут мы выстояли, вы сами видите. Ох ты, а это что такое? Новенький какой-то чувак. Фига у него катастрофа. Оу, тихо. Стопэ. Чуть было не погиб. Слушай, мне не нравится вот этот хмырь. Блин, он мощный. Так, попробуем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Убьют, убьют мне шпаголового, да? Как пить дать его сейчас завалят. Сто пудов вам говорю. Вот он бежит, смертушка. Черт. Что это за хмырь такой здоровый, мощный? Я не понял. Что это за дела? На босса-то не тянет? Нет, конечно. Это какой-то обычный чувак. Причем у него в руках, знаете что? Кусуригама, по-моему, да? Или как их звать там? Шадоффай 3. Я уже забыл, как это твит оружия называется. Ну что? Выиграли. Опять нам дали броню. Кстати, у меня получили и ведьма, и паладинша. Получили по уровню. Отлично. Так, дайте-ка я выйду. Выйду и немножечко, может быть, приоденусь. Посмотрим. Так. И, кстати, смотрите, ребята. Здесь можно еще получить героев. Вот. Рандомно за прохождение вы можете получить. Вот, видите? Трехзвездочный герой и двух и однозвездочный герой. Ну, так же и деньги, и камень призова. Так, секунду. Секунду. Сейчас, подождите, маленько. Так, выходим. Хочу просто посмотреть, что у меня там по броне. Так, ну тут замечательно все. Ведьма, ты как у меня? Блин. А могу ли я тебе что-то посолиднее одеть? Давай-ка мы приценимся. Сколько он дает тебе? Скорость 2 и атак 1%. Это шлем, да? А тут на крит. Не катит как-то. Ботинки. Ботинок нету. Перчатки. Давай сравним. Вот эти перчатки и вот эти вот. Крит 1%, тут защита 4. Ну, не пойдет. Для ведьмы. Для ведьмы, мне кажется, пошел бы крит. Или магическая атака. Но я сомневаюсь, что такая здесь есть. А щит, если сравнить. Так, защита 12. Защита 4. Конечно, одеваем вот этот вот. Конечно же. О чем тут можно говорить? Так, и доспех. Ну, доспех у нас тут точеный. Поэтому не будем ничего здесь менять. Так, давай посмотрим. Видите? Высший эльф. Красота, да, ребят? Смотрите. С рапирой. И с таким маленьким-маленьким щитом. Прикольно. Так, ну давай посмотрим. Перчатки. У меня есть для тебя перчатки? Есть. Вот. Такие, например. Это защита плюс 4. Тут атака дается. Давай-ка мы, наверное, вот это вот оденем. Так, и что у нас еще есть? Шлем. Сравним. Здоровье 120. Но этот у нас... Ага, он тоже неточеный. А тут еще... Крит шанс 2%. Тут скорость и защита. Но нам нужен, ребята, обязательно второй. Второй комплект шмотки. Чтобы у нас крит шанс 12% срабатывал. Поэтому мне придется надеть вот этот вот капюшон. Вот. Теперь все работает. Видите, да? Крит шанс 12%. Ну, для нее как-то... Гирея ее величать. Для нее как-то это не актуально, если честно. Так, ну что, вроде бы больше ничего я здесь сделать не смогу. Кстати, вот так вот можно быстренько переходить в таверну. Просто одним кликом. Хм. Ничегошники нету. Так, давай посмотрим, что у нас тут. Ага, получайте награды. Забираем это все. Мешочек жетонов. Давай мы его отсюда заберем. Так, если ты обновишь жетоны арены сейчас, то потеряешь жетоны, которые уже есть в наличии. Понял? Поэтому не будем. Ребята, это когда вот у тебя нет жетонов, да? Ты их забираешь, и сколько тебе дают? Восстанавливают жетоны арены. Все, получается. Поэтому не стоит, мне кажется, сейчас их тратить. А вот камушек, пожалуй, мы с вами используем. И посмотрим, кто к нам здесь прибежит. Ну? Обычный... Йоман. Так, задание выполнено. Перезовите 25 героев. Тогда давай ревард. И что же мы получим? Кстати, выполни все задания, да? За два дня. Это вот эти вот все задания я должен выполнить? Так, забери награду за выполнение заданий. Угу. Так, забрал лучший герой до четвертого ранга. Вот это будет тяжело. Это у нас за день, да? Или за неделю? Это за неделю. Да, за месяц у нас задание тут сразится на арене 150 раз. Одержи победу в компании 500 раз. Лучший герой до пятого ранга. Офигеть можно, блин. Офигеть. Разблокируй героя. В плане. Разблокировать это как понять? Они же вроде бы... Не знаю пока. Ладно, ребят. Мы отвлеклись с вами, да? От нашей главной задачи. Мы с вами проходим лес дарменский. Поехали. Сколько тут еще? Оу. У нас остался предпоследний уровень и будет босс. Хм. Ну что, я думаю, менять не стоит. Только вот... Давайте вот, наверное, мы знаете, как сделаем. Вот так вот. Чуточку изменим. Вот если бы вот так они стояли, да, во время боя, то сразу было бы видно, кто у нас танкует, кто критует. А так они все в ряд, непонятно. И доставать они могут любого почему-то. Ну что, козлы-бараны, я пришел. По вашей души, никчемные. Так, я думаю, баранов надо этих убирать отсюда. А ну-ка. Ай, по красоте. Ну, немножко не сработало. Ладно. Всего лишь пятнадцатый уровень у нашего врага. Слушай, ну вот лучники, конечно, хороши, когда они атакуют массово. Очень хороши. Если бы они еще и критовали, это вообще было бы жесть. Так, не буду я, наверное, здесь тратить свой суперудар. Давай вот так вот просто бомбанем. Да, атака слабенькая, как вы видите. А мы можем ее усилить. Вот так вот, чтобы все у нас было по красоте. Минус баран. Замечательно. Так, тройной удар. Давай вот этот вот. Блин, ну что же ты, шипоголовый. Тихо. Да твень ты. Ну все. Нет, не буду тратить. Опять же, ребят, придержу на последнего бойца. На последнюю волну. Так, минус козел. Продолжаем бомбить. Так. Что ты? Ну почему ты всего один выстрел? У тебя же там должно быть 20% на дополнительный выстрел, по-моему. Слушай, блин, сейчас мне еще шипоголового убьют, да? Нет, мы его рисанем. Хильнем маленько. Так, отлично, минусанули. Так, эльф, ты там не радуйся, не радуйся. Радуйся. Думает, что прокатит. Нет, ничего не прокатит. Все, ей хана. Двигаемся дальше. Кто у нас тут? Нифига не с такими тисаками. Вот для этого, ребят, я и придерживал свою магию. Давай вот здесь вот. Повышенная атака. Угу. Теперь кого? Блин, да тут. Так, атака по врагу. Накладывай штраф скорости. Ага, вот два раза атакует. И третий с шансом небольшим. Ну, шанс не сработал, к сожалению. Упало там. Ой, да как же вот так? Шипоголовый, почему ты такой пипец, такой ватный у меня? Почему? Почему тебя так быстро разбирают? Я никак не могу понять. Ты такой же орк крепкий, как наш Гарик. Но почему ты падаешь-то? Ты посмотри. А, видишь? Непробиваемый мужик. Вот таким ты должен быть, шипоголовый. Я к тебе обращаюсь. Ладно, ребятушки, мы здесь прошли. Получили ботинки. И 2350 голды. Дальше. А вот и босера. Так, что у нас тут в коллекции показывают? Да, что у нас есть ботиночки. И якобы мы можем на кого-то их одеть. Слушайте, а если я, например... Вы посмотрите, шипоголовый еще к тому же имеет у нас... Так, подожди. Он у нас 20 уровня. Не ватный, согласитесь, да? Давайте скормим ему вот этого вот лучника. 21 уровня он получит. Хорошо, повысим. Все, нормуль. Так, давай теперь посмотрим, что у тебя по коллекции. Что у тебя одето? Может быть, ты из-за этого ватный такой? Секундочку. Давай приценимся. Хм. Давай вот эти вот шлемы сравним, да? Тут здоровье... Тут 319. Значит, не прокатит. А что у нас по ботиночкам? Атака 2%. Так, тут защита идет. И крит. И крит. Тут атака 15%, да? Если шмотки. А у нас как раз есть 2 шмотки. Хм. Может быть, нам тогда надеть... Слушайте, ну ему нечего одевать. У него все хорошо стоит. Все, что надо. Терзание можно повысить. По крайней мере, показано, что можно. Но у меня, наверняка, нет микстур, да? Для него. Ну, естественно. Без микстур нам делать нечего. Нужно сколько? Так, он у нас по защите. 5. 5 свитков не хватает, е-мое. Но зато я этому, видите, открыл, ребята, все-таки. Атака 75. Еще кому я открыл? Паладиншин. Ну, я ей начал на максимально здоровье прокачивать. То есть на таланты хила. Потому что она вспомогала, как все-таки идет. Несмотря на то, что она довольно такая мощная и выглядит как боевик. Ну, я ее в саппорты определил. Так, клановые войны. Я все, ребята, жду, когда у меня будут гемы, чтобы открыть свой клан. Можно, конечно, задонатить. Но, поверьте, здесь очень дорого стоят эти бриллианты. Алмазы, брюлики, рубины. Очень дорого. Так, ну что же, поехали. Будем с вами бить босса. Я думаю, что мы с ним все-таки справимся. Рано или поздно должны мы его, как говорится, прожухрыть. Так, ну что, здесь у нас бараны. С баранами у нас разговор короткий. Вы сами прекрасно знаете. Блин, Гарик, ну почему же ты так бьешь? Нет, не будем мы пока тратить. Шестнадцатый уровень. Ого. А что вы так стоите-то крепко на ногах? А, братишки? Контратака. Блин, хреново. Ветер духов. Защиту еще поставил, да, гаденыш? Ладно, а я вот так тогда пришлось мне сделать. Хрен тебе. А, волосатая чмо. На. Давай-ка пробьем этого. Шикарно. Так, здесь у нас два эльфа и два барана. Пожалуй, я начну с эльфов. Мне не нравятся их дубинки, точнее даже не дубинки, а мечи. Танец клинков, нифига ты. Танец клинков сделал. Давай-ка мы тебя помурыжим, малька. Опять боеготовность. Блин, они все ставят себе боеготовность, то есть дополнительный щит. Хм. А у эльфа нету никакого щита, поэтому я буду его разбирать. Так, доспехи хаоса. Это что такое, ребят? Я не знаю, что это такое. На нас повесили. Слабо. Слабо. Шопоголовый, ты меня нервируешь уже, если честно. Просто нервируешь. Что за атаки? Что за детский сад, а? Даже ведьма и то вон стоит. Опа. Да ладно тебе, хорош. Раздухарились, я смотрю тут. Шпана разбуянилась. А ну-ка давай. Раз, два. Третий удар не стал делать. Так, ведьма. Ведьма. Вот лучше пускай они атакуют либо паладина, либо гарика. Но никак не шпоголового с ведьмой, потому что они ватные, слабые. Никчемные. Надо менять их или укреплять. Ох, ё, коломаны. Тихо. Блин, у неё... Ядовитая атака. Ага, не понравилось. Смотри-ка. Я, наверное, сделаю вот так вот. Мне нужна дополнительная атака, ребята. Атакуем, смотрим. Слабовато, блин. Давай, тройной удар делай. Раз, два, три. Замечательно. Опять, опять плюётся. А если вот так сделаем? Ну, среднячок, среднячок. Давай бомбанём. Слушай, ну я не думал, что он такая крепкая. Смотри-ка. Химера эта. Крепковатая, зараза. Половину здоровья мы отняли, да? Половину здоровья мы отняли. Я боюсь, что у меня... Вот этот братишка сдохнет сейчас. Рано или поздно. Давай химнём его маленечко. И дальше атакуем. Штраф скорости получил. Зверюга. Раз, два. Так, следующий. Оп. У меня два в критическом состоянии бойца. Два бойца в критическом состоянии. Я не смогу отхилить. И боюсь, мы их потеряем сейчас. Следующая атака, наверное, будет для них... Последняя. Ммм... Ладно. Шипоголовый, наверное, и ведьма у меня погибнут достойно. Хотя ведьма ещё жива. Слушай, а может быть мы сможем всё-таки? Ведьму-то... Ведьму спасли, ребята. Фух. Вот такая вот была химина. Тёмные эльфы показали своё истинное лицо. На границе леса все путники становились перед выбором. Заплатить эльфам, чтобы добраться до ворот Фелвина или стать добычей дракона. Команда продолжила свой путь к аравийской царице, давней союзнице Кейрока. Царица Ева славилась не только красотой, но и магическим даром. Герои присоединились к потоку беженцев, надеющихся получить убежище у высших эльфов. Вот так вот. Ох, ребят, смотрите, блин. Сет практически получил. Трёхзвёздочный весь. Хм, и 22 тысячи серебра, плюс щит. А что такое Экспэ? С опытом, что ли? Глава пятая. Твердыня Фелвина. Поднявшись на заснеженные холмы перед вратами Фелвина, герои увидели мрачную картину. Повсюду были измождённые беженцы. Люди, эльфы, ещеролюды. Перед наглухо запертыми вратами, среди затвердившей от мороза грязи, раскинулся огромный лагерь. Огрины с оборотнями не пропускали никого внутрь и приказывали возвращаться домой. Но героев это не остановило. Они решили проложить дорогу силой. Опачки. Так. Ребята, мы с вами попадаем к Ограм. Да-да-да, именно к ним. Так, давайте посмотрим, что здесь у нас за экипировки будут разыгрываться. Твердыня Фелвина, да? Это у нас локация. Доспех из комплекта меткость. Ага. Нифига себе. На меткость. Это вот хорошо, значит, для лучников. Твердыня Фелвина, да, ребята? А можно мне посмотреть, кто у нас тут будет боссом? Свинорыл какой-то, да? Именно свинорыл. Ну, ладно. Это все, конечно, хорошо. Все отлично. Так, это мы забрали с вами. Тут нам покажут полностью нашу коллекцию, да? Которую мы заслужили, заработали. Но расставлять я ее уже, наверное, буду потом, в следующей серии. Так, шахту мне тоже надо будет как-то открыть. Но для этого нужны 400 рубинов. И, кстати, 19 уровень скоро мы с вами получим. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте мы на этом с вами остановимся. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим наш эпический поход. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok